всем привет меня зовут или добро пожаловать на мой канал в этом видео будем переделывать мою правую ручку по идее должна быть сначала левая потому что здесь уже восемь недель отросло уже просто позорно много я все никак не могла сесть но я сначала решила с неудобной руки начать потом уже вот эту сделаю следом за этой нужно уже сделать новогодний дизайн с которыми я буду встречать новый год хоть и будет двухнедельный маникюр ничего страшного я переживу просто мне будет некогда абсолютно переделывать себе ногти у меня там две недели последние забиты полностью у меня приехали новые инструменты от грузди втул здесь вот такие ножнички n1 смотрите у них загнутый кончик кстати загнутый он абсолютно правильно смотрите как он идеально будет идти по кутикуле особенно вот в этих синусах у меня были от сталикс тоже загнутыми кончиками но слишком загнутый кончик был имени было неудобно вот этими я думаю будет хорошо следующие педикюрные кусачки вы посмотрите какая мощь это для очень жестких ногтей вот у меня у мужа на ногах просто ногти я не знаю даже не смогу вам рассказать на видео он не дался но там хоть болгарка спиливай вот эти кусачки ему отстригли все идеально внизу есть фиксатор который будет нам обеспечивать закрытость инструмента смотрите здесь складываем и посмотрите какая тут удивительная пружина господи как они ходят плавно это вообще идеально смыкаются смотрите опа все ровнейше просто круто ну давайте хотя бы нам не попробуем что ли так подлезем то у меня тут кончик ну я обалдею конечно же или себе также буду обрезать до мощь просто мощь смотрите какое полотно еще интересное она загнутая чтобы было удобно обстригать все инструменты выполнены из нержавеющей стали они очень хорошо стерилизуются и очень долго держат вот эту острость свою конечно же у них ручная заточка этими инструментами я пользуюсь очень давно у меня все устраивает они идеальные просто вот ну нет у них никаких минусов и для такого инструмента цена абсолютно адекватная они не ломят цену в принципе для хорошего инструмента вот она того стоит вот действительно эти ножнички для рукоделия но я ими буду вырезать слайдеры и делать что-то еще по маникюрному делу потому что очень часто мне нужны просто обычные ножницы которые не для кутикулы потому что ими нельзя ничего больше резать вот эти очень красивые посмотрите какие они красивые какой у них тоже плавный ход так-то они предназначены там ниточки какие-нибудь обстригать или еще что-нибудь по рукоделию делать но вот я найду им применение именно в маникюрном деле этих попробуем на салфетке вы смотрите какая красота салфеточка по ощущениям похоже на такой фетр что ли идеально режет ну здорово вообще-то посмотрите какая просто работа идеальная эти ножнички n2 конечно что же протестируем подготовим кутикулу срежем ее где-то я тут уже поранилась не знаю где ну ладно бывает ничего страшного главное запомните что это я до маникюра а то будут писать его нарезала себя ну ладно поехали переделывать кстати вот только я села и мне сразу ножницы пригодились о господи как они режут боже мой я конечно какими-то старыми ножницами тут обгладывала можно сказать этот краешек мой боже мой как я довольна этими ножницами какие они все-таки красивые и круто режущие эти инструменты можно приобрести как на валберис так и на озон ссылочки я оставлю в описании под видео ну а я сейчас уже начала спиливать старый материал в этот раз пилила побольше ногти были как плюшки потому что у меня был слой геля я еще и базы навалила а еще как вы помните я убрала очень много длины поэтому в этот раз длину я трогать не буду а просто немножко заужу ноготочки при спиливании обнаружилась одна небольшая отслойку от кутикулы на среднем пальце потому что я опять им двинулась видимо обо что-то остальные ногти в целости и сохранности кстати этим ногтям ровно три недели отросло вообще немного по сравнению с моей левой рукой и наверное я первый раз вовремя переделываю ногти отодвигаем пушером кутикулу тут я почему-то начала сразу чистить птериги хотя я должна сейчас подпиливать форму ногтей у меня такое бывает я забываю что я не опилила и начинаю сразу чистить но ничего страшного сначала вычистим значит птеригий потом опилим форму и уже только потом в конце обрежем кутикулу тут все по стандартной схеме сначала с одной стороны прочищаю потом с другой потом я переворачиваю пальчики и выворачиваю кутикулу фрезер включила на 20 тысяч оборотов так он вычищает намного быстрее и кстати пока я выворачивала кутикулу у меня что-то она начала сама срезаться вот остался только вот такой вот торчащий шматок я его оставила для среза ножничками ну а теперь возвращаемся к пропущенному этапу опиливаем форму хотела сделать немного поострее потому что когда мы накладываем гель ноготочки все равно становится немножко толще также сверху ноготь выровняла и поцарапала отросшую часть ну вот готова теперь можно и кутикулу срезать и руки сухущие прямо деревяшки какие-то у меня там отскакивают вот сейчас здесь кутикула нормально уже пошла а в начале что-то у меня прям отлетала и отлетали эти куски ножничками обрезать кутикулу очень удобно именно вот за счет такого кончика так ручки я помыла теперь и они еще не обезжиренные просто разглядываю нет ли торчащих штучек которые мне потом помешают вот теперь обезжириваем хорошенько пару раз наносим тоненький слой базы ну как тоненький нормальный слой не втирающий не размазывающий а нормальный просто слой база у меня жидкая от серебро на донышке уже осталось скоро каучуковый вход пойдут под гель конечно можно и каучуковый взять но просто каучуковый дольше наносить жидкая она распределяется почему-то быстрее ну и кстати расход материала тоже больше у каучуковый потому что толще слой получается немного теперь укрепляем ногти я промазываю все тонким слоем геля ну я взяла сегодня один у меня камуфляжный как раз понадобится на два ногтя цвет на которых будет дизайн поэтому взяла просто такой камуфляжик и теперь на эту промазанную площадочку ставлю по капельке ставлю поменьше чтоб ногти были небольшие не толстые и чтобы геля хватило ну вот я прям на глаз просто ставлю а потом смотрю если лишку я убираю если много мало я добавляю я много раз показывал что я делаю по два ноготочка я успеваю двумя если не успеваете делайте по одному ну и конечно надо перевернуть ручку чтобы отогнать лишний материал с концов и отцентровать все чтобы получился хороший блик так взяла красный гель-лак он у меня от тянова у на ту 004 он шикарнейший не один раз уже показывала в тонюсенький слой промазывается идеально без проплешин без просветов вообще просто суперский но я тут конечно намазала тут и сбоку это дрожащая рука у меня просто дрогнула и все намазала а теперь этой дрожащей рукой надо еще и подвести под кутикулу и надо поближе чтобы меня двухнедельный маникюр не выглядел трех или четырех недельным на новый год я имею ввиду когда отрастет этот красный цвет просто так я не оставлю а покрою топом вот у меня есть от мисс золотыми блестками сверху покрою ими чтобы на новый год все золотом блестела ну как же без блестков новый год правильно так покрываю так все три ноготочка и они у меня уже окончательно готовы остается только дизайн сделать на среднем и безымянном пальчики на них у меня будут небольшие кусочки потали уложу их так чтобы они были у меня с разных сторон потому что с другого боку у меня будут снежинки которые можно сказать будут рядышком вот таких маленьких кусочков потали до думаю достаточно будет но решила все-таки еще один добавить вот сюда чуть-чуть теперь нужны слайдер с белыми снежинками нашла только вот этот слайдер потому что у меня все остальные черные когда я их вырезала этими новыми ножницами просто кайфовала они так хорошо режут просто по сравнению с моими старыми это вообще слайдеры замачиваем и ну нам нужно подготовить ногти под слайдер я их покрываю базой сначала тоже этой жидкой просто намазала можно слайдеры укладывать и на липкость но дело в том что вы без базы их потом не не сдвинете с места а так как у меня левая рука и я ровно точно не уложу поэтому лучше повозить по базе и посмотреть в какое место лучше подвинуть снежинку чтобы она красивее смотрелась понимаю что снежинки это банально и вроде как все с ними будут ходить но я тоже как все буду с ними ходить мне очень хочется когда же еще их поносишь ну и осталось добавить белых точечек как снежок где где расставляю немного стараюсь делать разные размеры чтобы точка была маленькая и большая ну и теперь покрываем топом точки конечно предварительно я засушила но и базу со снежинкой тоже естественно перед точками тоже засушила такой дизайн топом покрываем конечно выравнивающим слоем потому что и точки у нас будут топырщица не дадут нам красивый ровный блик и поталь может со слайдером где где торчать поэтому обязательно выравнивающий слой за кадром немного подпилила ноготки нанесла сухое масло и теперь смотрим на результат вот такие ноготочки у меня получились в этот раз я довольна и длина моя не слишком короткая не слишком длинная и дизайн мне нравится и красный этот золотинкой блестит хорошо я кстати уже даже елку нарядила я три года и и не ставила никогда а в этом году уже нарядила вчера то есть за две недели до нового года больше даже какое-то у меня сегодня новогоднее настроение ну что сознавайтесь какого числа будете ставить елку пишите в комментариях но у меня на сегодня все увидим в следующих видео всем спасибо пока пока пока